Залог стабильности любого государства это его граждане, которые честно работают и исправно платят налоги в своей стране, пополняя бюджет и помогая развивать важные сферы. Но рядом, к сожалению, всегда есть те, кто ищет только личную выгоду и пытается обмануть общество, в котором живет. Один из самых популярных инструментов – офшоры. Деньги к заморским берегам уводят крупные компании, бизнесмены, не остаются в стороне и банкиры. Тут уж как в известном рекламном слогане – имидж ничто, жажда все. Почему возникли офшоры и какие суммы скрываются там, где располагаются главные юрисдикции и как мир начал бороться с язвой капитализма. Это понятная политика, разберемся во всем по порядку. Хорошо знакомый нам термин «офшор» переводится с английского как «вне берега», ну или «вне радаров». Таких зон в мире около полусотни, называют их глобальным явлением и глобальной проблемой. Говорят, что каждый год 10% мировой экономики уходит в чей-то карман навсегда. Британский журналист Оливер Буллоу в своем расследовании рассказывает, что в офшорах теряется до 20 триллионов долларов в год. Кто-то говорит, более 32. Но сколько точно офшорных зон в мире, сколько фирм там открыто и сколько денег хранится, никто точно не знает. Ни одну статистику нельзя считать достоверной. Ведь если деньги оказались в тиши офшорной логистики, подсчитать их практически невозможно. Да и ответственность размытая, если вдруг что-то пошло не так. Но какой, скажем, спрос в компании, если ее юридический адрес – город Портовилла, республика Вануату? Все думают, что офшор – это место какое-то. Что офшор – это Панама, или офшор – это британские и виргинские острова, или офшор – это даже Лондон. Нет, офшор – это не место, офшор – это идея. Если офшор дадут тебе право жить по другим законам. Вот, ты, например, живешь в Украине, но ты думаешь, что на самом деле законы Украины, они как бы мне неудобны, понимаешь? Я как бы, если я должен жить по украинским законам, я должен платить налог, или я должен что-то другое делать. Я не хочу, я богатый. Зачем это мне? Это всем для маленьких людей. Уход от налогов – прием древний и имеет античные корни. Вне радаров торговали даже древние греки. Когда в Афинах ввели налог 2% на продажу и покупку, коммерсанты стали просто объезжать и торговать за пределами города. В современный финансовый язык термин пришел в 70-х прошлого века. Именно тогда ряд островных колоний Великобритании получил независимость и открыл свои тихие гавани для больших денег. Более половины мировой торговли идет через офшоры. Более половины банковских активов мира и трети прямых иностранных инвестиций от многонациональных корпораций имеют свои корни в офшорах. Вроде богатые люди просто оберегают свои деньги. Казалось бы, что в этом плохого? Сами по себе офшоры, конечно, не преступление и создавать их во многих странах не запрещено. Но вот используют их часто в сугубо корыстных целях. Отмывание криминальных денег, различные мошеннические схемы. Как результат уход от уплаты налогов. А это основная часть доходов любого государства. Американская экономика из затеневых зон недополучает примерно столько же, сколько весит сама. Почти 11,5 триллионов долларов. Система офшоров стала развиваться как раз после Второй мировой войны, как элемент минимизации издержек крупных корпораций. Этот механизм использовался как раз для борьбы отчасти с китайским строительством крупных предприятий и повышением конкуренции со стороны китайских компаний с европейскими и американскими. Так как таким образом многие компании могли снизить свои расходы, увеличить привлекательность по цене своей продукции. И на начальном этапе офшоры воспринимались как некое средство, такое лекарство от издержек. Как их только не называют. Тихие гавани, зоны безопасности. По сути, офшоры дают право жить по другим законам. То есть перенаправить деньги из той страны, где вас налоговые правила не устраивают, в надежное местечко, где этих правил куда меньше, ну или совсем нет. Индустрия офшорного бизнеса делает триллионы долларов недостижимыми для налоговых инспекторов. Неудивительно, что полная приватность – ключевое слово в этой тропической индустрии. Итак, не платить налоги или платить совсем мало. Чем еще привлекают офшоры состоятельных мира всего? Ну, например, возможностью скрыть настоящих владельцев компаний. На бумаге хозяином фирмы может быть любое подставное лицо. То есть в родной стране активность можно, что называется, не афишировать. Плюс в офшорах почти нет бюрократии. Ни личность, ни ваш доход, ни происхождение ваших денег никого не волнует. Наконец, купить компанию при желании можно за пару часов. За услугу берут от одной до 15 тысяч долларов. Как работают офшорные схемы? Давайте посмотрим на конкретных примерах. Схема про стан. У вас есть деньги, которые вы хотите перевести в офшор из банка. Вы обращаетесь к фирме, она регистрирует офшор за три дня и тысячу долларов. Компания регистрирует фирму на подставного владельца. Юридически вас нет. Пройдя через, скажем, Британские и Виргинские острова, очищенные от налогов и отмытые от криминала деньги, можно снова использовать в любой точке мира. И даже при оплате картой вашей фамилии не будет. И все бы неплохо. Вывел деньги и спи спокойно. Но после громких скандалов с утечкой данных, даже в этих райских условиях пытаются навести порядок. Об этом расскажем чуть позже. Существует три источника происхождения тихих финансовых гаваней. Первое. Офшоры появляются на маленьких островах или странах. Для них плата за регистрацию компании и фиксированное отчисление – основной доход госбюджета. Население маленькое, иного заработка фактически нет. Второе. Криминальное прошлое. Знаменитый Аль Капоне придумал механизм отмывания денег через Кубу и Бермуды. Назад в США они возвращались белыми и легальными банкнотами. Третий и самый важный пункт – мир после Второй мировой войны. Банковская система была полуразрушена и зажата в жесткие законодательные рамки. Тем временем доллар вытеснял золото и стал главной опорой мировой экономики. Но законодательство не позволяло банкам играть на курсах валют и зарабатывать на депозитах. Банкиры начали смотреть в сторону Панамы и неприметных островов. Десятилетиями серые зоны использовались и для сохранения чистого заработка, и для криминальных дел. При этом надо понимать, офшоры – это не только маленькие государства. К примеру, есть такое понятие, как английский офшор. Да, Великобритания не считается финансовой гаванью де-юре, но есть и своя хитрость. Дело в том, что, хотя сама по себе Англия, конечно, не является офшором, она может быть использована в виде витрины, за которой стоит фирма, зарегистрирована в одной из классических офшорных юрисдикций. Когда английская компания выступает в качестве глянцевой обложки, придает офшору респектабельность и солидность, одновременно позволяя своим владельцам переносить определенную часть прибыли в низконалоговые юрисдикции. А ведь офшоры существуют и в США. Некоторые штаты, такие как Делавер, яркий тому пример. Международный финансовый центр Гонконга называют ключевой гаванью для китайских компаний. За более ясной характеристикой обратимся к книгам Николаса Шексона. Ёмкие формулировки у британского писателя уже в названиях. Например, «Остров сокровищ» или «Люди, обокравшие мир». По своей сути, офшор — это комната, наполненная дымом, где бизнес всегда действует в тени, вне демократического процесса. Более того, офшоры мешают демократии. Владельцы серых богатств знают только одно золотое правило. Тот, у кого больше денег, тот пишет правила. В своей книге Шексон делит офшоры на следующие группы. Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Андорра, Кипр и отдельно Лондон-Сити — финансовый центр Лондона. Все это традиционные европейские налоговые гавани. Далее — обломки Британской империи. Как раз те маленькие острова. Такие налоги и секретность они обеспечивают из-за того, что местные законы написаны сто и более лет назад. Они просто не отражают современность. Множество офшоров есть и в США. Парадокс ситуации с Америкой следующий. Вашингтон долгое время пытался душить офшоры. После сам стал их порождать у себя под носом. Говорят, что помогло корпоративное лобби. На вопрос, используют ли он зоны вне радаров, Дональд Трамп отвечал на выборах в 2016 году так. Да, потому что я умный. Ты хочешь украсть сколько хочешь из госбуджета, потом кладывать на Британских островах где-то, и потом вот эти деньги взять и обратно покупать вещи или активы, или рынок. Это весь смысл офшора. И благо вот этих добрых, хороших панамских документов гораздо лучше людей сейчас это понимают, что вообще офшор это самая главная проблема сейчас в мире. Потому что все вот эти деньги, и не только деньги из Украины или из России, но тоже деньги из Британии, из Франции, из Германии, из Швейцарии, деньги, которые нужны на здравоохранение, на оборону, на все, на школы, на университеты. Все вот эти деньги просто сидят там, в офшоры. Однако именно США пытаются прекратить разрастание офшоров до проблемы совсем уж катастрофических масштабов. Налоговая реформа Трампа в 2018 году должна была призвать капитал вернуться в банки США, зарегистрировать его и назвать именно всех бенефициаров не помогло. Корпорации воспользовались послаблениями и продолжили выводить деньги к дальним берегам. Система, созданная из Соединенных Штатов Америки, она, в принципе, позволяет в случае начала каких-либо уголовного преследования в отношении тех или иных лиц получать полностью всю информацию в отношении денежных переводов, транзита денег, а также конечных бенефициаров офшорных зон, офшорных компаний. И сейчас Соединенные Штаты Америки активно с привлечением, в том числе международных организаций, ООН, Всемирного банка, МВФ, Евросоюза, предпринимают все меры для того, чтобы офшорные зоны, либо те зоны, которые так назывались слепыми финансовыми зонами, начали открывать полностью всю информацию о владельцах счетов, компаний. И пока американский Орел, как и другие государства, пытаются найти ключ от офшорных замков, только на одних британских Виргинских островах на 25 тысяч жителей приходится 800 тысяч компаний. На Каймановых островах на 40 тысяч населения, компаний почти 65 тысяч. И если мир идет к прозрачности, то на территории райских островов долгое время была та самая дымовая комната без каких-либо обязательств. Сегодня две трети официальных запасов иностранной валюты в мире держат в долларах. Доллары заставляют мир вертеться, если у вас есть разрешение их печатать, а вы полноправный властитель. А в этом поле искажения потоки капитала направляются не туда, где им найдут наиболее производительное применение, а туда, где их встретит абсолютная секретность, максимально облегченные меры регулирования и свобода от правил цивилизованного общества. Активную борьбу с отмыванием денег через офшоры ведет организация ФАТФ. Во многих государствах вводится амнистия капитала. Какими бы способами эти деньги не были заработаны, их можно вернуть в страну без санкций. Впрочем, кажется, что золотая эпоха офшора просто уйдет в прошлое. Из-за самих офшоров. Укрываться в офшорах все сложнее. Заработал автоматический обмен налоговой информацией и межстрановой отчетностью. Банки требуют информацию о происхождении капитала. Россия вела правила о контролируемых иностранных компаниях и фактическом получателе дохода. А в декабре 2017-го Совет ЕС впервые опубликовал перечень более чем из 40 стран, налогообложения в которых не соответствуют принципам прозрачности и справедливости. 13 стран были названы офшорами, где оседает прибыль компаний, не ведущих реальной деятельности. Тот же Евросоюз стал вести черный список налоговых юрисдикций. Если реформы не проведены в срок, добро пожаловать в перечень нарушителей. Одно из требований для офшорных компаний не просто заводить юридический адрес, но и создавать реальные офисы с бухгалтерией, сотрудниками и остальными атрибутами честного бизнеса. То есть обеспечить присутствие не только на бумаге. В ЕС постоянно мониторит около 70 юрисдикций. Список периодически корректируют, но наводить порядок, думается, будут еще долго. Раньше достаточно было купить компанию с полки за 2-3 тысячи евро, открыть для нее счет в любом банке мира и бизнес готов. Можно работать и экономить на налогах. Новые требования касаются профессионального английского термина «собстан» в совокупности условий деятельности компании. В первую очередь от компании теперь требуется иметь в юрисдикции реальный офис с квалифицированными сотрудниками, которые получают зарплату. Размер офиса и количество сотрудников, а также прочих накладных расходов должен соответствовать масштабам бизнеса. Пересмотр критериев ведения бизнеса – это отголосок громкого скандала в 2016-м. Настоящий нокдаун офшоры тогда отправила панамское досье. 3 апреля 2016 года группа журналистов опубликовала так называемые панамские документы. Они охватывают период с 1977 года по 2015-й. 11,5 миллионов документов на 215 тысяч офшорных компаний стали достоянием общественности. И оказалось, что вне радарной зоны пользуются политики, бизнесмены, спортсмены. При этом Беларусь оказалась одной из немногих стран, где не обнаружили офшорный след. Международной командой, которая придала огласки панамский архив, руководил Джерард Райл. По окончании крупнейшего совместного журналистского расследования в истории он коротко, но емко оценил методы тайного мира офшорных финансов. Единственное, что могут предложить офшоры, это секретность. Как только их разоблачают, они больше не могут работать. Когда никто не знает, что именно ты делаешь, гораздо выше вероятность, что ты делаешь что-то незаконное. Стоит ли говорить, что утекли сотни миллиардов, даже триллионов долларов? Конечно, многие начали спорить, мол, мои деньги, что хочу, то и делаю. Но моральная сторона вопроса, особенно для политиков, уличенных в выводе государственных денег, кажется понятной. Довольно ярко объяснил суть офшорного скандала один из пользователей американского сайта Reddit. У детей есть свиньи копилки, которые они держат в доме своего приятеля. Маме этого приятеля нет дела до того, как они получили эти деньги. Некоторые хранят копилки в чужом доме по вполне понятным и даже благородным причинам. Один копит маме на подарок и не хочет портить сюрприз, другой защищает свои накопления от посягательств старшего брата. Но другие дети прячут свои копилки, чтобы скрыть свое плохое поведение. Кто-то стащил карманные деньги своих друзей, а кто-то своровал из маминой сумки. И вот теперь мамы всех этих детей узнали, что их копилки хранятся вне дома и начинают разбираться, кто вел себя хорошо, а кто не очень. Изнанку финансовой пирамиды и человеческой алчности решил показать и американский кинематограф. Я хотел всего лишь чуть-чуть сэкономить. Это афера, которая простирается от Хьюстона до Вест-Индии, до, черт его знает, какого-то банка. Они не понесут наказание. Так ну, взятки, коррупция, отмывание денег, миллионы-миллионы долларов. Кто-то должен забить тревогу. В 2019-м на экраны вышел фильм с говорящим названием «Прачечная». Подставные фирмы в офшорных зонах, те самые юристы Мосок и Фонсека и тот самый Панамагейт. В качестве слогана отдельной критики вывели следующий «История не пощадит тех, кто ворует у своего народа». Сложно что-то добавить. В 2018-м году офшорный скандал разгорелся в Латвии. Министерство финансов США закрыло доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому АБЛВ-банку. Его обвинили в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. По данным Минфина США, через банк прошли миллиарды долларов коррупционных денег. АБЛВ в итоге закрылся, а латвийская банковская система закрыла счета классических офшоров, так называемых «шелл компанис», то есть фирм-пустышек, у которых нет ничего, кроме банковского счета. Кажется, с офшорами все плюс-минус понятно. Да плохо, да деньги выводятся, и далеко не все они заработаны непосильным трудом. Богатые уходят от налогов. Отсутствие поступлений в бюджет подрывает правовой и финансовый порядок, усугубляет неравенство и уж точно не способствует развитию той страны, откуда капитал вывели. Но мировая экономика, наконец, начинает сопротивляться. Слишком уж жизнь в тени богатых, дорого обходится бедным. Ведь, как известно, чем преступнее доходы, тем они больше. Вот только тайное рано или поздно становится явным. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Редактор субтитров А.Семкин